Тогда подвергся осуждению сам за осуждение другого, ибо он осудил самое лицо, самое расположение души его, всю жизнь его. Почему Митарий вышел оправдан? Более того, одному Богу принадлежит оправдывать или осуждать, поскольку он знает и душевное расположение каждого, и силу, и стремление, и дарование, телесное, телосложение, и способности. И сообразно с этим осуждает или оправдывает каждого. Праведно. Ибо кто может верно знать все это, кроме единого, сотворившего всех и всеведущего? Иногда мы не только осуждаем, но и уничижаем ближнего, ибо иное есть осуждать, и иное уничижать. Уничижение есть то, когда человек не только осуждает, но и презирает другого, внушается им и отвращается от него, как от некой мерзости. Это хуже осуждение и гораздо пагубнее. Хотящие спастись не обращают внимания на недостатки ближних, но всегда смотрят на свои собственные и преуспевают. Таков был тот, который, видя, что брат согрешил, вздохнул и сказал горе мне, как он согрешил этого дня, так я согрешу завтра. Видишь ли, мудрое настроение души, как он тотчас нашел средство избегнуть осуждения брата своего. Ибо сказал, так и я завтра. Он внушил себе страх и попечение о том, что и он в скором времени может согрешить, и так избежал осуждения ближнего. Притом не удовлетворился этим, но и себя повернул под ноги, он сказал, и осей покаяться в грехе своем. А я не покаюсь, как должно, не достигну покаяния, не в силах буду покаяться. И вот мы, встречая другого брата, мирного ко всем, спешим пересказать ему то и то случилось, и причиняем ему вред, внося в сердце его грех осуждения. Не боимся мы сказавшего, горе напаяющему друзей своих развращением мутным. А вакуум 2.15 Но совершаем бесовское дело и не родим о том, ибо смущать вредит чье дело, как не бесовское. И вот мы оказываемся помощниками бесов на погибель свою и ближнего. Отчего так? От того, что нет в нас любви. Ибо люди, любовь покрывает множество грехов. Святые не осуждаются грешающего и не отвращаются от него, но сострадают ему, скорбят о нем, вразумляют, утешают, врачуют его, как больной член, и делают все, чтобы спасти его. Что сделал святой Амон, когда братья пришли и сказали ему в смущении, пойди и посмотри в очи у такого-то брата в келье и женщина. Какое милосердие, показал он, догадавшись, что брат скрыл женщину подкаткою. Он пошел и сел на Амона и велел им искать по всей келье. Когда же они ничего не нашли, он сказал им, Бог да простит вас. Так он постыдил их и оказал им великую пользу, научив нелегко верить обвинений на ближнего. И брат этого исправил, не только покрыв его по Боге, но и вразумив его, когда нашел удобное к тому время. Ибо, выслав всех, вон он взял его за руку и сказал ему, подумай о душе своей, брат. Брат этот точно состудился, пришел в умиление и пресек грех. Так благотворно подействовало на душу его человеколюбие и сострадание старца. Представьте себе круг, середину его центр. Из центра исходящие радиусы, лучи. Эти радиусы, чем дальше идут от центра, тем более расходятся и удаляются друг от друга. Напротив, чем ближе подходят к центру, тем больше сближаются между собой. Положите теперь, что круг есть мир, самая середина круга – Бог. А прямые линии, радиусы, идущие от центра к окружности, или от окружности к центру, – суть пути жизни людей. И тут тоже. Насколько святые входят внутрь круга, в середине онова, желая приблизиться к Богу, настолько по мере вхождения они становятся ближе и к Богу, и друг к другу. И при том так, что сколько приближаются к Богу, столько приближаются и друг к другу. И сколько приближаются друг к другу, столько приближаются к Богу. Так, разумеете, и об удалении. Кто удаляется от Бога и обращается ко внешнему, то очевидно, что в той мере, как они отходят от средоточия, и удаляются от Бога, в той же мере удаляются и друг от друга. И сколько удаляется друг от друга, столько удаляется и от Бога. Таково и свойство любви. Насколько мы находимся вне и не любим Бога, настолько каждый удален и от ближнего. Если же возлюбим Бога, то сколько приближаемся к Богу, любовью к Нему, столько соединяемся любовью и с ближними. И сколько соединяемся с ближними, столько соединяемся и с Богом. Отчего происходит, что иногда кто-либо, услышав оскорбительное слово, не обращает на него внимания, а переносит то без смущения, как будто вовсе не слыхал его. И иногда же, как только услышит, тотчас смущается. Отчего так бывает? Не смущается вот отчего. Во-первых, случается, что иной после молитвы или доброго упражнения находится в добром расположении Духа, и потому снисходит к брату своему, и не смущается его словами. Случается так же, что иной имеет большое расположение к кому-либо, и потому без огорчения переносит все от него наносимое. Бывает так же, что иной презирает желающего оскорбить его, и ни во что меняет обиды его. А смущается от противоположного этому, от того, что бывает не в добром расположении Духа, или от того, что имеет неприязнь против оскорбившего, и от других причин. Но главной причиной всякого смущения служит то, что мы не укоряем самих себя. Ава Пимин сказал, куда бы ни пошел укоряющий себя, какой бы ни приключился ему вред или бесчестье, или иная какая скорбь, он уже предварительно считает себя достойным всего неприятного и никогда не смущается. И если что, беспечальнее такого состояния. Скажет кто-нибудь, если брат оскорбит меня, и я, испытав себя, найду, что не подал ему никакого к тому поводу, то как могу укорить себя? Поистине, если кто испытает себя со страхом Божиим, то найдет, что всячески Сим подал повод. Или делом, или словом, или видом. Если же не окажется, что в настоящее время он подал какой-либо повод, то есть и, конечно, когда-нибудь в другое время оскорбил его, или в этом, или в другом деле, или, может быть, оскорбил другого брата и должен был пострадать за сие, или часто за иной какой-либо грех. Потому и говорю я, что если кто рассмотрит себя со страхом Божиим и строго испытает совесть свою, то непременно найдет себя виновным и укорит себя. Случается, что иной, сидя в уединении, безмолвом пребывает и в мире. Но вот пришел брат между разговорами, сказал что-либо неприятное, и тотчас он пришел в смущение и говорит потом, «Если бы он не пришел ко мне и не смутил меня, то я не согрешил бы». Какое смешное рассуждение. Разве тот, кто сказал ему слово, вложил ему страсть? Он только вызвал наружу ту, которая была уже в нем. И теперь предлежит ему не на брата скорбеть, а каяться страстью, укоряя себя. Такой человек похож на гнилой хлеб, который снаружи хорош, а внутри заплесневел. И когда кто-либо разломит его, то обнаруживается его гнилость, или на чистый сосуд, который внутри полон смрада и зловония. И когда кто откроет его, то часто становится чувствительным смрад его. Так и этот пребывал, как ему казалось, в мире, не замечая, что страсть была внутри его. Брат сказал ему одно слово и обнаружил гнилость, сокрытую внутри его. Поэтому, если он хочет быть помилованным, то пусть покаяться, укорив себя. Этим только путем он достигнет чистоты и преуспеет. Брата же того ему должно еще благодарить, как доставившего ему такую пользу. Душа, по мере того, как творит грех, изнемогает от него, ибо грех расслабляет и приводит в изнеможение того, кто предается ему, и потому все приключающееся ему отягощает его. Если же человек преуспевает в добре, то по мере преуспеяния ему делается более легким то, что некогда было тяжелым. Во всяком случае, должны мы взирать горе. Добро ли нам, кто сделает, или злое потерпим от кого-либо, мы должны взирать горе и благодарить Бога за все случающееся с нами. Всегда укорять самих себя, говоря, что если случится с нами что доброе, то это дело милости его промышления о нас, Божие. А если злое, то это за грехи наши. Окаянные мы, ежедневные согрешающие и страстям своим удовлетворяющие. Оставили мы путь правый, указанный нам отцами, путь самоукорения, и идем кривым путем укорения ближнего. И каждый из нас старается во всяком деле сложить вину на брата своего и на него возложить всю тяготу. Каждый ленится и не соблюдает ни одной заповеди, а от ближнего требует исполнения всех заповедей. Пятьдесят. Где тот старец, который, когда его спросили, что главное из найденного тобой на пути этому отче, ответил? То, чтобы во всем укорять себя. Так и Ава Пимен сказал со стеснением. Все добродетели вошли в дом этот, но без одной добродетели трудно устоять человеку. Какая же это добродетель? Спросили его. Он отвечал. Та, чтоб человек укорял себя. И святой Антоний сказал. Велико дело не возлагать перед лицем Бога согрешения свои на себя и до последнего издыхания ожидать искушения. Везде находим мы, что отцы наши обретали покой от того, что возложим на Бога все, даже и самое малое. Они всегда соблюдали это правило. Себя во всем укорять. Отцы сказали, что монахам не свойственно гневать, а также и оскорблять кого-либо еще. Кто преодолел раздражительность, тот преодолел демонов, а кто побеждает с этой страстью, тот вовсе чушь тыныческой жизни и прочее. Что же должны мы сказать о себе, когда не только предаемся раздражению и гневу, но и пребываем в злопамятстве? Что нам делать, как не оплакивать такое жалкое и нечеловеческое состояние душ наших? А однако ж будем внимать себе, братья, и постараемся с помощью Божьей избавиться от горечи этой губительной страсти. Между братьями нередко происходит смущение и возникает неудовольствие, но они обычно спешат улаживать эти размолвки и умиротворяются. Бывает, однако, что иной, и после того, как поклонившись, помириться, продолжает скорбеть на брата и держать мысли против него. Это и есть злопамятность, и она требует много внимания, чтобы не закоснеть в той и не погибнуть. Кто помирился тотчас после раздражения, тот исцелил гнев, но против злопамятного еще не подвязался, и потому продолжает скорбеть на брата. Ибо иное злопамятность, иное гнев, иное раздражительность, и иное смущение. Чтобы вы лучше поняли это, скажу пример. Кто разводит огонь, тот берет сначала малый уголек, а это слово брата, нанесшего оскорбление. Если ты перенесешь это слово, то ты и погасил уголек. Если же будешь думать, зачем он это сказал? Когда так, и я ему скажу то и то. Если он не захотел оскорбить меня, то не сказал бы этого. Так и я оскорблю его непременно. Вот ты и подложил лучинке, или что другое, подобно разводящему огонь, и произвел дым, который есть смущение. Смущение есть то самое движение и возбуждение помыслов, которое воздвигает и раздражает сердце. А раздражение есть от мстительное восстание на опечалившего, которое обращается в дерзость, как сказал блаженный Ава Марк. Злоба, питаемая помыслами, раздражает сердце, молитва же убивает ее. Если бы ты перенес малое слово брата, то погасил бы этот малый уголек, прежде чем произошло смущение. Однако же его, если хочешь, можешь удобно погасить, пока оно еще ново, молчанием, молитвою, одним поклоном от сердца. Если же будешь продолжать дымить, то есть раздражать и возбуждать сердце помышлениями. Зачем он? Так и я. То от этого разгорится сердце твое и породится воспаление раздражительности. Если хочешь, можешь погасить ее, прежде чем произойдет гнев. Если же будешь продолжать возмущать и раздражать себя, то уподобишься человеку, подкладывающему дрова на огонь, и от этого образуется пламень огненный. И это есть гнев. А гнев, если закоснеет, обращается в злопамятность, от которой человек не освободится, если не прольет крови своей потов и трудов над собою. Вот слышали вы, что такое начальное смущение, что раздражительность, что гнев и что злопамятство. Видите ли, как от одного слова доходят до такого зла. Но если бы ты сначала укорил себя, терпеливо перенес слово брата твоего, и не хотел бы отомстить ему, и на одно слово сказать два или пять слов, и воздать злом за зло, то избавился бы от всех золотих. Посему и говорю вам, всегда отсекайте страсти, пока они еще молоды, прежде, нежели они укоренятся и укрепятся в вас, и станут удручать вас, ибо тогда придется вам много пострадать от них. Иное дело вырвать малую былинку, и иное искоренить большое дерево. Воздавать злом за зло можно не только делом, но и словом, и видом. Иной думает, что он на деле не воздает злом за зло, но оказывается, что воздает словом, или видом, или движением, или взором. Ибо всем этим можно оскорбить брата своего, и это также есть воздаяние злом за зло. Другой же не старается мстить за зло, ни делом, ни словом, ни видом, ни движением, но в сердце своем умеет неудовольствие на брата своего и скорбит на него. Другой, хотя не имеет скорби на брата своего, но если услышит, что кто-нибудь оскорбит брата того, в чем-либо, или что его побронили, или унизили, и радуется тому, то и он оказывается воздающим злом за зло в сердце своем. Другой не питает злобу в сердце своем, и не радуется, слыша об унижении оскорбившего его, даже и печалится, если ему нанесут оскорбление. Однако ж не радуется и благополучие его, когда, например, видя, как только прославляют того, и тому угождают скорбит. И это есть так же вид злопамятности, хотя и легчайший. 55. И но если случится, кому оскорбить его, и они поклонятся друг другу и примирятся между собой, живет в мире с тем, и не имеет против него никакой злой мысли в сердце своем. Когда же через несколько времени тому опять случится сказать что-либо скорбное для него, то он начинает вспоминать и прежнее, и смущаться не только о втором, но и о прежнем. Этот подобен человеку, имеющему рану, и положившему на нее пластырь. И хотя он в настоящее время заживил рану, и она заросла, но место еще болезненно. Если кто бросит в него камень, то место себе повреждается более всего тело, и тотчас начинает источать кровь. То же самое претерпевает и тот человек. Была у него рана, и он приложил пластырь, то есть сделал поклон, исцелил рану, то есть с гневом, примирением. Начал даже усиливать все против злопамятности, стараясь не питать ни одной злой мысли в сердце своем. Это значит, что рана зарастает, но она еще не совершенно зажила. Есть еще остаток злопамятности, от которого удобно возобновляется рана, если человек получит, хотя легкий ушиб. Надо бы наподвижаться совершенно очистить и внутренний гной, дабы больное место совсем заросло, и чтобы не осталось никакого безобразия. И вовсе нельзя было узнать, что на этом месте было рано. Как же этого достигнуть? Молясь от всего сердца об оскорбившем, и говоря, Боже, помоги брату моему, и мне ради молитвы его. Молясь таким образом за брата своего, являет он сострадание и любовь, прося же помощи себе ради молитвы его, смиряется. А где сострадание, любовь и смирение? Там что может успеть раздражительность, или злопамятность, или другая какая страсть? И Ава Зосима сказал, если дьявол подвигнет все хитрости и злобы свои со всеми демонами своими, то все коварства его упражняются и сокрушатся от смирения по заповеди Христовой. А другой старец сказал, молящийся за врага не будет злопамятен. Делом исполняйте советы старцев, и тогда хорошо выразумеете, что говорят они. Если не будете исполнять, никогда не можете одними словами научиться делу подвижничества. Какой человек, желая научиться искусству, постигает его из одних слов? Нет, сперва он работает и портит, работает и уничтожает свое изделие. И так мало-помалу трудами и терпением научается искусству, с помощью Божьего, взирающего на его труды и произволения. А мы хотим искусству, искусству научиться одними словами, не принимаясь за дело. Возможно, это? Будем же внимать себе и трудиться, с отчанием пока еще имеем время. Нужно всячески внимать, чтобы не быть окраденными ложью, ибо лжец не соединяется с Богом. Ложь чужда Богу. В Писании сказано, что лошадь дьявола, и что он есть лжец, и отец лжи. Вот, отцом лжи назван дьявол, истина же есть Бог, ибо он сам говорит, я есть им путь, и истина, и жизнь. Видите, от кого мы отлучаем себя, и с кем соединяем себя ложью. Итак, если поистине хотим спастись, то мы должны всей силой и всем усердием любить истину, и охранять себя от всякой лжи, чтобы она не отлучила нас от истины и жизни. Есть три различных вида лжи. Иной лжет мыслью, другой лжет словом, а иной лжет самой жизнью своей. Мыслью лжет тот, кто принимает за истину свои предположения, то есть пустые подозрения на ближнего. Когда, например, видишь, что кто-нибудь говорит с братом своим, делает свои догадки, это он про меня что-нибудь говорит и подобное. Такой лжет мыслью, ибо он ничего истинного не говорит, но только по одному своему мнению. А от этого происходят злословия, пересуды, враждование и осуждение. Словому лжет тот, кто, например, поленившись встать на бдение, не говорит, прости, я поленился встать, но говорит, у меня был жар, я был нездоров. И десятки лживых слов придумывает, чтобы не сделать одного поклона и не смириться. Так же, если он желает чего-то, не скажет прямо, я этого желаю, но все извращает слова свои, указывает то на болезнь, то на нужду. И лжет до тех пор, пока не удовлетворит желание. Такому, наконец, перестают верить, и когда он говорит правду. Жизни своей лжет тот, кто, будучи блудником, притворяется воздержанным, или, будучи корыстолюбив, выставляет себя милостивым, или, будучи надмен, принимает вид смиренного. Шестьдесят. Позаботимся о себе. Кто нам даст время сие, если мы понапрасну потеряем его? Поистине будет время, когда взыщем дней сих и необрящим. А Арсений всегда говорил себе, Арсений, для чего вышел ты из мира? Если бы мы восхотели подвязаться немного, поподвязаться, то не скорбели бы много, и не испытывали бы трудностей. Ибо если кто понуждает себя на подвиги, то, продолжая подвязаться, мало-помалу преуспевает, и потом спокоен совершает добродетели. Поскольку Бог, видя, что он понуждает себя, подает ему помощь. Будем же понуждать себя, ибо мы, хотя не достигли еще совершенства, но если будем подвязаться, то через подвиг получим помощь. И с этой помощью стяжем всякие добродетели. Посему некто из отцов сказал, дай кровь и прими дух. То есть подвязайся, и получишь навык к добродетели. Как желающие обучиться плотничеству не занимаются иным ремеслом, так и те, которые хотят научиться деланию духовному, не должны заботиться ни о чем другом, но день и ночь получается в том, как бы приобрести оное. Однако же всему должна быть мера. Некто из царств сказал, ходите путем царским и считайте поприще версты, ибо добродетели суть середины между излишеством и недостатком. Поэтому и сказано в Писании, да не уклонишься ни на вело, ни на право, но путем царским ходи. Зло само по себе ничто, ибо оно не есть какое-либо существо и не имеет никакого состава. Но душа, уклонившись от добродетели, делается страстною и рождает грех, и потом таится, не находя себе в нем естественного упокоения. И дерево разве имеет по естеству червей внутри себя? Но заводится в нем малая гнилость, от этой гнилости зарождается червь, и этот самый червь съедает дерево. Так и душа сама производит зло, и опять сама мучится от зла, как сказал Григорий Богослов. Огонь есть порождение вещества, и поедает вещество, как и злых зло. То же самое, видимо, в телесной болезни. Когда кто живет беспорядочно и не бережет здоровье, то происходит избыток или недостаток чего-либо в теле. И от этого потом человек делается больным. И прежде этого вовсе не существовало болезни. И оно не было никогда чем-либо. И опять по исцелению тела болезни уже вовсе не существует. Так точно и зло. Есть не дух души, лишившийся свойственного ей, и по естеству ей принадлежащего здравия, которое есть добродетель. 65. Есть три состояния в человеке. Он или действует по страсти, или сопротивляется ей, или искореняет ее. Действует по страсти тот, кто приводит ее в исполнение, удовлетворяет ей. Сопротивляется ей тот, кто не действует по ней и не отсекает ее, но благоразумно минует как бы страсть, а однако имеет ее в себе. А искореняет страсть тот, кто подвизается и действует против страсти. Действующий по страсти подобен человеку, который, будучи поражен от врага своего стрелами, берет их и собственными руками вонзает в свое сердце. Сопротивляющийся страсти подобен осыпаемому стрелами врага своего, но облеченному в броню и потому не получающему ран. А искореняющийся страсть подобен тому, кто, будучи осыпаем стрелами врага своего, сокрушает их или возвращает в сердце врага, как сказано в псалме, оружие их да войдет в сердце их, и луки их да сокрушатся. Один брат семь дней пробыл в горячке, и вот прошли другие семь, другие сорок дней, а он еще не находит в себе крепости. Семь дней был болен этот смиренный, а сколько дней прошло, что он вовсе еще не поправился? Так бывает и с душой, но и согрешает немного, а сколько времени проводит потом, проливая кровь свою, пока исправится? Видим, как братья наши похищаются из среды нашей, и не внимаем себе, тогда как знаем, что и мы мало-помалу приближаемся к смерти. Будем же внимать себе, и пока есть время, не будем терять его понапрасну. Как не помним мы слово того старца, сказавшего, что если кто потеряет золото или серебро, то он вместо его может найти другое. Если же потеряем время, живя в праздности и лености, то невозможно найти другого взамен потерянного. Поистине будем искать хотя одного часа этого времени, и не найдем его. Один великий старец прохаживался с учениками своими на некотором месте, где были различные кипарисы, большие и малые. Старец сказал одному из учеников своих, вырви этот кипарис. Кипарис был малый, брат тот сейчас одной рукой вырвал его. Старец указал ему на другой, и первый сказал, вырви и этот. Брат раскачал его обеими руками и выдернул. Старец указал ему другой, еще больше. Он вырвал и тот, но с великим трудом. Потом указал ему на иной, еще больше. Брат с величайшим трудом, все равно раскачал его, трудился и потел. И, наконец, вырвал и этот. Наконец старец показал ему, еще больше кипарис, но брат, хотя и много трудился, и потел над ним, однако не мог его вырвать. Старец, видя, что он не может сделать этого один, вел другому брату помочь ему. И они оба едва успели вырвать его. Тогда старец сказал ученикам своим, вот так и страсти, пока они малы, то если пожелаем, легко можем исторгнуть их. Если же вознеродимы они их, как о малых, то они укрепляются, и чем более укрепляются, тем больше требует от нас труда. А когда очень укореняются в нас, тогда даже и с большим трудом мы не можем одни исторгнуть их из себя, если не получим помощи от некоторых святых, помогающих нам по Богу. 70. Пророк говорит к дочери Вавилонской, блажен, который возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Дочь Вавилонская – образ всего греховного и богопротивного. Порождение ее суть – страстные помыслы и дела. Блажен, кто не принимает порождающихся в нем лукавых помышлений и не дает им места возрастать в себе и приводить зло в действие, но пока они еще малы, и прежде чем укореняться и восстанут на него, всячески стараются сокрушать их о камень непоколебимой решимости и истреблять их именем Господа Иисуса Христа. Отцы указали нам, как человек должен постепенно очищать себя. Каждый вечер должен он испытывать себя, как провел день и опять утром, как провел ночь и каяться перед Богом. В чем ему случилось согрешить? Нам же, так как мы много согрешаем, вои поистине, нужно по забывчивости нашей и по истечении шести часов испытывать себя, как провели мы время и в чем согрешили. Кто станет таким образом испытывать себя, в том зло начнет мало-помало уменьшаться, и если он делал девять проступков, будет делать восемь, и так преуспевая постепенно с помощью Божьей не допустит укрепиться в себе страстям. Великое бедствие впасть в навык какой-либо страсти. Не тот, кто однажды разгнился, называется уже гневливым, и не тот, кто однажды впал в блуд, называется уже блудником, и не тот, кто однажды оказал милость, называется милостивым. Но как в добродетели, так и в пороке, от частого в тех упражнениях душа получает навык. И потом этот навык или мучит, или покоит ее. Добродетель покоит, ибо чем более мы делаем доброго, тем больше приобретаем навык в добродетели, и через то возвращаем себе свое природное свойство, и восходим к первоначальному своему здравию. А порок мучит, потому что через него мы принимаем некоторые чуждые и враждебные естеству нашему навык, которые разрушают его.